Современные исследования показывают, что у новичков Warface, а также ветеранов, которые решили вернуться в проект, часто наблюдается разрыв жопы. Но несмотря на такую негативную тенденцию, наши специалисты уже нашли выход. По ссылке проходишь, всё нужное находишь. Уникальные внешности и могучие пушки. А при первом пополнении плюс 100% кредитов придёт. Врывайся, здоровый Warface тебя ждёт. Welcome to the club, buddy. Ну что, братан, как тебе новая спецуха? Нашёл у кого спросить. Я чё вообще в спецухи хожу? Я в Блэквуд даже не ходил ни разу, не знаю, как она выглядит. Приветствую вас, леди джентльмены и другие подруги. С вами Рокутагин, капитан Очевидность. Извините, я тут пропал на некоторое количество дней. Ну, мы тут опять приболели. По старой доброй традиции, капчик бациллу принёс. Вот, и как бы, ну, главное, это зараза, вот эта падла, болеет меньше, чем я. Я как бы так вообще прямо, да. А он такой чуть-чуть бы быстрый, ему хорошо, он уже, по-моему, выздоровел, да? Что ты несёшь, это не я был. Ты это, ты, не надо сказки рассказывать. Всё время, сука, с тебя так начинается. Я тебе говорил, 40 лет, сука, не празднуют. Не принято так, вот, блин, это всегда говном каким-то заканчивается. У меня день рождения был, ну, в принципе, вы и так некоторые в курсе. Спасибо за поздравления, кстати, многие поздравляют, спасибо, ребят. Я говорю, 40 лет не празднует, Кэп. Ну, заходи, чай попьём. Нет, он притащил со мной, ну, в общем, всякое, притащил там. Да. Много всяких этих снарядов притащил. И, ну, как бы и бациллу заодно притащил. Негодяй, я говорю, прям серьёзно. Вот и делай потом от души. Какой от души, сука? От души люди хотя бы, знаешь, они придут просто поздравят, там, чай попьют, руку пожмут. Хорошее что-то пожелают. Ну, да, ну, открытку подарят, я даже больше его не прошу. Этот мне шарики, сука, подарил. И вы думаете, какие? Всё, я вам покажу. Сейчас, сука, сейчас всё будет. Сейчас вы поймёте, какая это падла, какой это друг. Ну, смотрите, сука, вот. Да, это один шарик. Он улетел. Вот у нас второй шарик. Вот такой друган. Впрочем, ладно, мы не об этом. У нас же что? У нас зимний сезон, друзья. Нагиб, сука, нереальный приближается. Не знаю, говорил я вам или нет, но время пришло. Мы с Серёгой-квадромеры. Ха-ха, сука. И в связи с этим в Warface грядут масштабные, сука, системообразующие изменения. Разработчики нащупали, нащупали вот то самое, что нужно, чтобы, как ни странно, в Warface в 24-м, сука, году повышать онлайн. Да, и у них эта, сука, получается. Вы не поверите. Онлайн 39 тысяч, а это ещё обнова не выходила. Вот это... Как раз самая масштабная обнова, которая грядёт, она ещё не выходила, а онлайн уже 39 тысяч, сука. Но у нас пару лет такого онлайна не было. Я в шоке, это нереально. Вы только вдумайтесь, какие изменения и порой реально годные, сочные нас ждут. У меня даже записано здесь. Удаление Блица с РМа. Ребята! Натянута, сука! Как вы долго об этом мечтали! Как вы, сука, об этом просили! Мы об этом упоминали! Блица на РМе не будет сосать, сука, да! Следующий пункт. Обновление хитбоксов. Ну, это чтобы, типа, урон лучше проходил. Ну, вы понимаете, да? Имитирует работу, всё равно не будет проходить. Но спасибо, тем не менее. Да. Посмотрим, может, правда, у них что-то получится. А лоды, сука, умеют удивлять. Начинали с такого говна, а дошли до неплохого уровня. Молодцы, молодцы. Гляди, и правда, на свете, оказывается, есть разработчик, который сможет сделать Warface грит-агент. Да, не исключено. Ну, насчёт, конечно, урона, это сомнительно. Но, тем не менее, дадим им шанс. Так, следующий пункт. Ускорение с ножом. Ну, а-ля Counter-Strike. Ножик достал, быстрее побежал. Ну, короче, сомнительно. Хрен его знает. Ну, нужно ли это Warface? Не нужно ли это Warface? Зачем? Ну, собственно говоря, зачем, да? Вы скажете, ну, так, Counter-Strike и Valorant. Ну, понимаете, насрать, что там в Counter-Strike и Valorant. Насрать на Counter-Strike и Valorant прямо вот с высоты высокой скалы. Насрать просто. Потому что это Counter-Strike и Valorant. И что у них там происходит, нам, тем более, должно быть насрать. Обратите внимание, Fortnite какой-нибудь не пытается подражать Counter-Strike и Valorant. Call of Duty в целом тоже не пытается подражать Counter-Strike и Valorant. Почему Warface должен подражать Counter-Strike или Valorant? Непонятно. Не понимаю я этого. PUBG тоже не очень подражает Counter-Strike и Valorant. Вот. А Warface должен? Не должен, нет. Почему ускорение с ножом? Ну, типа, вроде и как-то прикольно. Там какой-то процент, по-моему, 6% должно быть. Вот, да? Но они ещё подумают, переделывают. То есть, пока это так, это тестируется только. Это сомнительно, но окей. Так что будет видно, как оно будет на самом деле. Может быть, это нововведение ведут. Может, не ведут. Может быть, в общем. В общем, может быть по-разному. Вообще, всё, что касается Movement, разработчик. Бросьте вы это вот поганое дело этим заниматься. Уравняйте все классы по скорости. Сделайте там 10-12% ускорения. И всё. Не трогайте скорость больше никогда. Из-за того, как вы начали свои хреновые эксперименты. Честно. Не надо. Не надо делать какого-нибудь снайпера или штурмовика черепахой голимой. Кого-то очень быстро. Просто сделайте, сука, одинаково всем. И всё. Оставьте игроков в покое. Не трогайте вы Movement. Он нормальный был. Знаете, есть поговорка хорошая. Не надо ломать то, что хорошо. Или нормально, как вам в всяком случае. Работает. Не надо ломать то, что работает. Не надо. Следующий пункт. Изменение скорости классов. Ну, то есть, только что об этом говорили. Штурмовика, кстати, ускорят. Инженера замедляют. Ну, короче, блин. Полная хрень. Разработчики, я вам говорю. Просто сделайте всех одинаково. Всё. Не надо ничего придумывать. Ну, зачем? Ну, зачем? Ну, хотите медика ускорить на 2% других классов, потому что ему надо сближаться, потому что ему сложно резать уходить в укрытие. Всё. Больше никого ускорять не надо. А лучше его не ускорять. Сделайте всех одинаковых по бегу, никаких ускорителей и ножей, и будет шоколад, сука. Вот прямо модно, стильно, молодёжно. Расскажи-ка нам, братан, про возвращение легенд. О, Кэфчик, это хороший-хороший момент ускорал. Ребята, у нас же грядут новиночки, сука. Я, кстати, сразу могу высказать своё мнение, что там как. Ну, в общем-то, уже плюс-минус всё понятно стало. Кстати, должен сразу сказать, разрабы просили донести до игроков то, что сейчас на ПТСе эта сука даже не близко, скорее всего, к тому, что будет. Они этот ПТС будут шлифовать. И характеристики, может быть, очень сильно будут менять. А может и не будут. Фиг его знает наши разрабы. Итак, ЮСАЗ-12, и это я сразу на первое место ставлю. Это, блин, просто парафин-машина. Ядрить-колотить, игрический мангуст, святые помидоры, египетские пирамиды. Он уничтожает, ребята. Это, ну, сука, это незаконно, я считаю. Все эти браунинг, панзеры, Сусопа в Ляшвире будут делать, в общем. Я думал, как бы, браунинг, типа, фиксанут, панзер станет топ-1, или там, ну, вот, типа, такого прям однозначное, да, что-то. Да не, походу, короче, и браунинг, и панзер проезжают. Разработчики не надо фиксить. Ха-ха-ха-ха-ха, да. Нет, может и надо, но не очень сильно. Блин, если ЮСАЗ будет топ-1, у вас онлайн в Варфейсе, сука. Все 50 тысяч будет, я вам отвечаю, если не больше. Ради этой пушки, вот ради этой, просто, я не знаю, по-моему, огромнейшее количество игроков вернется. Если она будет топ-1, я вам отвечаю, просто сделайте ее метой. Вы не пожалеете. Такое количество людей прибежит, вы охренеете. ЮСАЗ, это такой, знаешь, шанс, который выпадает один раз. Это даже не КТАР. Потому что, даже, наверное, столько владельцев КТАРа в свое время не было, сколько было владельцев ЮСАЗа, которые с ним постоянно бегали. У меня никогда был супер, наверное, самым практически популярным классом. Не, ну, популярным всегда был самым, типа, штурмовик, но на практике весь пригород был, и там, и подрывы были заполнены. Это еще до РМа, да, у нас. Были заполнены ЮСАЗами. ЮСАЗ, это просто, это имба Ивановна, сука. Это же просто, это вот Нагиб Петрович в чистом виде, сука. В первозданном, понимаете? Ну, вот это, это вот как оно должно быть. Если вы ЮСАЗ хорошо апните, сделаете его метой, топ-1 однозначным, и оставите, вы не пожалеете. Вот мое мнение такое, я думаю, игроки со мной в магии согласятся. Даже кто не любит ЮСАЗ, ради этой пушки огромное количество игроков просто вернется. Огромное количество игроков установит клиент Warface и будет играть с этим самым ЮСАЗом. Отвечаю. На жопу отвечаешь? На жопу, сука, ты свою отвечай. Я скорее голову на сечение не дам. В смысле, дам. Нихуя я не дам, ладно. В принципе, суть не в этом. Так, Scar Age, ребята. Scar Age тоже нагибная пушка получилась. Изумительная. Корт номер 2, но только, только как бы приятнее. Нагибная жесть, сука, прямо. Ах, залетает тоже. Рекомендую. Прям, если не пофиксит. Ну, кстати, может и не пофиксит. Ну, она как бы... Ну, она типа имба, но не такая имба. Ну, мне так кажется. Вот. Ну, гаднателла. Корт пофиксили, кстати. Ха-ха-ха. Сосать. Соболезную, ребята. Таур с джач. Дробольер. Пистолет, револьвер, дробольер. Короче, херня. Ну, вот как бы он... Нет, в смысле, задумка херня. Реализация это как раз на 102%. Вот. Нафиг нужно такое оружие, не понимаю. Это перебор. Ну, да, он ваншотит, сука. Вот 5 выстрелов, 5 ваншотов может быть. Мега на гипс согласен. Перебор. Ну, как есть, так есть. Я думаю, вот это надо бы фиксить. Скорпион Эва. Вот прям гаднателла. Вот, сука, не придраться. Гаднателловская пушка. Имбой не назовёшь, говном не назовёшь. Играбельно, хорошо. Прямо. Персик. Всё. Всё, больше его не скажу. Гадната. Ну, наверное, даже лучше Ханни Бэджера. Потому что Ханни Бэджер тоже повиксили. Ха-ха-ха. Да. Не смешно, соболезную. АС-50. Ну... Сомнительно. Ну, окей. И... Почётное последнее место. Ха-ха-ха. Занимает Абакан. Да. Лучше в руки не брать. Возьмёшь в руки, возьмёшь в защику. Ха-ха-ха. Сука. К 40 годам вообще долбоёбом стал. Да. Я, кстати, слышал, когда человеку 40 примерно исполняется, у него мозги сохнуть начинают. Ха-ха-ха. Сука. Да, есть такое. Немножко дивелизм, сука. Ну, потихоньку начинается, да. У нас тут ещё есть. Я сейчас открою. У меня даже файл есть на компе. Какой ещё мощный ребаланс будет в игре. Это тоже не всё. Списки, на самом деле, там огромные. Кстати, котиков добавят, сука. Котиков брелочки такие сладкие. Я же котиков, друзья. Я же их обожаю. Это ж мои любимые животные. А это кто такая сладкая тут, а? А это бусинка моя, да? Буся. Кс-кс. Будут усиленные помповые дробовики. МАК-7. МАК-7 Спешл. И Гарибальди. Походу, сука, Гарик обретает новую жизнь. Это офигенно. Хотя, в целом, конечно, сомнительно. Всё-таки есть ЮСАС. Помпа это от души, но... Ха-ха. Но нагиб, сами понимаете. Нагиб всё-таки на первом месте. Сбалансировали стартовое оружие. Тайфун, Крис, Кракен, МАК-7-9. Кстати, Кракен фиксанули. Не знаю зачем. Он не такой уж имбовый. Он реально хороший был. Ну, как бы, зачем его фиксить? Я без понятия. Изменена эффективность. СКС. Наконец-то, сука. Наконец-то его фиксанули. Ну, как бы... Посмотрим, как оно на практике будет. Потому что я понял. СКС такая пушка. Её на ПТС фиксить такое себе. Ну, в смысле, фиксить, проверять, тестить. Не очень идея, потому что, когда она только вышла, почти все хором сказали, что пушка так себе проходняк. Да уж, проходняк. Медика собираются фиксить. С помощью дефов. А точнее, эффективности их применения. Дорогие разработчики, опять же, есть то, что хорошо работает. Не надо ничего ломать. Хотите фиксануть медика? Всё, что надо сделать, это чтобы дефибриллятор заряжался в 2, а то и в 3 раза медленнее. Чтобы он медленней заряжался. Всё. Больше ничего с медиком делать не надо. Не надо его фиксить по боевой эффективности. Не надо фиксить там время использования дефибриллятора. Всего этого не надо. Всё идеально. Только просто сделайте так, чтобы дефибриллятор медленней заряжался. Я думаю, большинство игроков со мной будут согласны. В том числе, даже и профи игроков. Надо просто сделать так, чтобы рез был более ценным. И в ситуации, когда перед тобой одновременно грохнули двух твоих союзников, тебе пришлось бы выбирать. Потому что возродить ты бы смог только одного. На второго у тебя тупо бы не хватило времени, потому что пока перезарядится деф, он уже исчезнет. Всё, так сказать. Отойдёт к предкам. Фиксанули корд? Причём по отдаче. Нахрена корд фиксить по отдаче? Я вообще не понимаю. У него и так отдача геморная. Она тупорылая, сука, рандомная, летит во все стороны. Нахрена его фиксить по отдаче? Нет, наоборот, бы отдачу сделать мягенькую, в точечку, сука, а характеристики фиксануть. Ну, блин, это ума палата, честно говоря, кто решил такое придумать. Почему именно по отдаче? Реально человек странный, сука. Вот, дорогой мой, что у тебя в голове? Ты вообще в эту игру играл? Ты с кордом играл? Нахрена ты так делаешь? Я не понимаю, честно. Я вот честно этого человека не понимаю. Я знаю, обижайтесь, не обижайтесь. Но корд по отдаче фиксануть? Куда, сука, куда его фиксить по отдаче? Он и так через жопу, блин, стреляет. Хани Бэджер. Глушитель пофиксили. В принципе, оно неудивительно. Это было ожидаемо. Но все-таки есть САВ-200, Фомая. Ну, вы понимаете, ну, как бы, надо... А Хани Бэджер давно купили. А тут надо, как бы, новый товар продвигать, продавать. Ух, такие времена, вот. Да. Браунинг, Синержи, Секс. Дальность порезали. Фиксанули Браунинг. Ну, я думаю, он все равно плюс-минус будет еще длительное время делать насильер многих и каждого на РМе. Нет. Ну, конечно, не так, как раньше, но... Как бы, типа, зачем людям отказываться за то, что они уже заплатили? Ну, только если ЮСАС зайдет таким игрокам, да. А так, в принципе, Браунинг, я думаю, плюс-минус еще... Еще немножко... Ну, пусть не побажит, но... Понагибает. Да. А, так же сбалансировали скорострельное оружие. Это СТК. СТК, наконец-то, как бы, вот, ее немножко апнут, получше сделают. Беретта, Тавор, МакПул. И правильно, правильно. Особенно, вот, обидно, за всего, вот, за это обидно, нет, не за СТК. За Беретту и за Тавор Ктар. Очень обидно. Потому что Ктар и Беретта, это возможность еще сильнее хайпануть. Чтобы прям люди пришли, старички в игру, подтянулись, понимаете. А вот Ктар ввели и Беретту в таком состоянии, что, типа, да нафиг надо. Нафиг надо вообще. Вот. Поэтому, да, на верном пути, товарищи. Улучшайте, делайте так, чтобы пушки были максимально приятными. Как и ЮСАС. И вообще, все старые пушки должны быть бомбовыми. Я бы даже сказал, наверное, они должны быть либо метовыми, либо должны спорить с метой. Я вот скажу так. Если вы какую-то легендарную пушку, типа, Ктара, ЮСАСа, возвращаете, там, Макмиллан какой-нибудь. Вы должны делать так, чтобы эта пушка была равна метовой пушке, лучшей в своем классе. То есть, если у нас Фомая САВ-200 есть, значит, у нас Ктар должен быть практически ее копией. По ТТХ и так далее, по нагибу. Вот. Он может быть немножко по-другому сделан, там, без ваншотов голову, там, больше на распил тела. Но сбалансировать надо плюс-минус так, чтобы они плюс-минус равны были. Кто-то выбирал Бахтар, кто-то Фомая, например. И вот тогда, сука, будет просто взрыв популярности игры. Да. Ну и также у нас фиксанули Кьюби-Зет, уникальный глушитель, дистанция. ХЗ зачем? По-моему, и так, типа, Гаднателлу. Все нормально было, никаких проблем я не видел в этой пушке. Она не является имбой, она не являлась имбой. Она, она просто хорошая. Да. Еще у нас, конечно же, новую пушечку вводят. Ха-ха, она штурма. Но, ребята, ребятки-ребятки, это отдельный разговор. Это мы здесь обсуждать не будем. Это слишком глубоко. Слишком-слишком глубоко. Там есть о чем поговорить. Вообще, я думаю, надо сделать отдельные два видоса про пушечки. Про пушечки, которые у нас старые и новые возвращают. Вот эти вот там Юсас, вы понимаете, вот эти вот Скарчик, Таурус Джач. Вот это надо все, видосик небольшой сделать. Вкратце, еще раз хорошенечко пройти, сука. Рассказать про мастертизацию. И обязательно, обязательно сделать отдельный видос по новой штурмовке. Она, сука, это мощь. Это прямо нагиб Петрович. Но, тем не менее. Вот такие у нас новости в целом. Своё мнение я высказал. Разработчики, не надо трогать мувмент в игре. Не надо. Блиц сосать, сука, молодцы. Уважение. Я представляю, сколько сейчас будет писцов про Блиц в комментариях. Хотя нет, всё равно. Их меньшинство, мы это прекрасно знаем. Большинство игроков не хотят играть Блиц. Дворец, кстати, можно убрать. Вообще, вырезать тоже. Ладно, шучу. Ставьте лайки, чешите яйки. Ступайте в нашу армию. Нагибайте всех. И мы увидимся с вами.